Сюда, давай-давай-давай, у тебя хорошо получается. Иди сюда, иди давай, спускайся. Давай-давай, иди к нам, иди. Ты молодец-молодец, иди сюда, хороший котик, давай. Спускайся. Иди-иди, давай-давай-давай-давай. Сегодня в Международный день кошек под девизом «Путь котов, всегда котов» мы предлагаем вашему вниманию историю про двойное спасение котиков от главного в наших широтах зооспасателя Евгения Зинкова. Поступили ему на дысь два звонка из Ревды и Первоуральской. Дескать, коты залезли на деревья и не слезают. Голодают, страдают, орут. Евгений со своей помощницей Галиной выехал сначала в Перск, где в самом конце улицы вторая пильная возле недостроенной усадьбы на опушке. На вершине тоненькой сосенки обосновался рыжий кот. Как вы слышали в начале репортажа, Галина начала психологическую обработку кота в стиле иды-суды. И тот ведь спустился с вершины до середины дерева. А Евгений тем временем по соседнему более толстому стволу залез до уровня животного, удочкой захватил его за передние лапы и прямо на удочке спустил вниз, естественно, в мешок. Ну, сами понимаете, кот в мешке, вещь в себе и все такое. Рыжего котейку оставили на попечение местных добрых людей. Далее зооспасатели проследовали в Ревду. И на улице Цветников по аналогичной схеме Евгений снял с березы голодного черно-белого кота, который двое суток сидел на русском народном растении на уровне третьего этажа. Кот, очевидно, что домашний, пошел погулять и был загнан на дерево более мощным альфа-котом. Зооспасатели зверюгу подкормили. Кот так истосковался по еде, что одновременно и хавал, и мяукал. Мамка бы говорит котик, чавкая при этом. Ну, двое суток на дереве, без еды и питья. Давай-давай, кушай маленький. От обеда в двумя порциями кошачьего корма кот побрел в сторону своего дома. Ну и на пасашок. Скоро, во второй половине августа, во время Успенского поста, случатся три спаса. Три русских народных праздника, связанные с русскими православными праздниками. Медовый, яблочный и ореховый спас. 14, 19 и 29 августа, соответственно. У Евгения Зинкова фирма называется Зооспас. А Екатеринбург 19 августа будет отмечать свое 300-летие. Сечете, да? Можно этот круглый юбилей в августе назвать Зооспас. Хотя вообще-то в этот же день, 19 августа, праздник преображения Господня. По народным поверьям, яблочный спас. Ну и ничего, пусть будет яблочный Зооспас. Тут те и народная традиция, и Зоо-юбилей Уральской столицы, и про Господа нашего Спасителя Иисуса Христа не забыли.